Министр транспорта ДНР Семен Кузьменко ответил на самые актуальные вопросы о работе Донецкой железной дороги. В сфере автодорожного транспорта сегодня уже были первые гололеды. Автодорожники приступили к выполнению своих обязанностей. Трасса от Донецка до Харциска сегодня был разбит, уже лед посыпан, и производится подготовка всех трасс на территорию республики. Функционирует ли на данный момент ЖД вокзал Донецка? Да, железнодорожный вокзал Донецка функционирует. Конечно, пока туда ходит только один поезд, Донецк-Севастополь. Но все повреждения, которые касались залов ожидания, восстановлены. Кровля закрыта, и зал может опять принимать пассажиров. Багажное отделение ЖД вокзала города Донецка. Сейчас уже поднята страйпельная система. Кровля находится на завершающем этапе. В зиму уже мы пойдем полностью закрытыми. Восстанавливается ли ЖД вокзал Луганска? ЖД вокзал Луганска находится на самом первом этапе восстановления, так как возможности доступа туда у нас не было. Сейчас только происходит оценочная работа. Мы измеряем масштаб наших потерь и готовимся к закупке стройматериалов и направлению туда строительных бригад. Что касается энергетической безопасности Донецка, подводится ли уголик ТЭС? Да, мы обеспечили полностью подвоз улей на Старобешевскую и Зуевскую ТЭС, которые находятся на подконтрольной ДНР территориях. Сейчас пытаемся нарастить их запасы. Восполняем запасы стратегические улей. Донецкий театр оперы и балета приглашает зрителей на свои спектакли в ноябре. Донецкий национальный академический театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко опубликовал свой репертуар на следующий месяц. Зрители смогут увидеть концерт, шедевры мировой оперной и балетной классики. Опереты «Сильва и летучая мышь», оперу «Сивильский цирюльник», «Праздник романца», детские музыкальные сказки «Царевна лягушка» и «Золушка». Напоминаем, что спектакли идут по субботам и воскресеньям. Касса театра работает ежедневно с 10 до 3 без перерыва. Вчера на первом съезде Союза общественных коллективов состоялась презентация новой молодежной организации «Мы – город-герой». Далее репортаж Екатерины Маловой. В Центре славянской культуры Союз общественных коллективов сегодня собирает друзей. «Вежливо земли свои защищают, вежливо славя победы прелонсят, вежливо чаю, как символ встречаю, все будет на наш дом отлично». Это мероприятие призвано сплотить людей Донбасса вокруг светлых и созидательных идей. В самом начале прошел флешмоб, в ходе которого почтили память павших героев Новороссии. Далее все присутствующие были приглашены в зал на концерт. Я приехал сюда, чтобы все увидели, что Новороссия нам не безразлична, что мы ее жители, что мы ее за счет до конца. Здесь состоялась презентация новой молодежной организации «Мы – город-герой». Люди, которые собрались, которые находятся сегодня в зале, отличаются необыкновенной стойкостью духа, любовью к области, к родному городу. И хотел бы пожелать Союзу общественных коллективов в дальнейшем плодоборной и результативной работы вам, дорогие друзья, счастливой жизни и мирного неба над головой». Также на мероприятии побывали первые лица республики, среди которых присутствовал Денис Пушилин. Он поддержал зарождающуюся организацию и торжественно повязал ребятам галстуки, как символ единства. На сцене Центра славянской культуры выступили донецкие артисты, певцы, музыканты, эквилибристы и танцевальные коллективы. «Мы очень хотим танцевать. К сожалению, наша база разрушена. Разрушена полностью, сгорела от дотла. Поэтому мы будем выступать на любой сцене. Мы очень хотим стабильности, площадок, ярких эмоций. К сожалению, сейчас все это немножко утеряно. Поэтому я хочу всем пожелать мира, конечно же. И чтобы мы уверенно шли в завтрашний день, чтобы люди не боялись и шли только вперед к победе. И отстоять, отстоять наше рвение, наше желание, наши мечты, в конце концов, которые сейчас ими пренебрегают. Ну, все будет хорошо. Всем желаю удачи, любви и, конечно же, мира». После концерта был зажжен вечный огонь. А в завершении праздника участникам съезда открылось ярчайшее зрелище – огненное шоу. «Общественные коллективы и организации» «Общественные коллективы и организации» «Общественные деятельности города и вселить в сердца юных жителей Новороссии веру в светлое будущее. Пусть из этой искры разгорится пламя». Сегодня в Донецке у мемориального комплекса «Твоим освободителям Донбасс» прошло масштабное мероприятие «День белых журавлей». В памяти погибших воинов, сражавшихся за Донбасс, как в Великой Отечественной войне, так и в новейшей истории Донецкой Народной Республики. В парке Ленинского комсомола прошла присяга бойцов на верность Министерству внутренних дел ДНР и ее народу. После этого техника в количестве двух БМП символично проехала по месту принятия присяги внутренних войск. Потом актеры Донецкого национального академического музыкально-драматического театра зачитали поэму Роберта Рождественского «Реквием». «Вечная слава героям!» Также были возложены цветы к Мемориалу воинской славы премьер-министрам ДНР Александром Владимировичем Захарченко, жителями Донбасса, председателям Совета Министров Пургином Андреем Евгеньевичем и заместителем руководителя общественного движения ДНР Пушилиным Денисом Владимировичем. Завтра, 26 октября, в Донецке впервые отметят День народного единства. Инициатором и организатором праздника выступает Общественное объединение «Свободный Донбасс». Праздник призван объединить жителей Донецка разных национальностей. Далее в выпуске погода на воскресенье, 26 октября. Утро в Луганске будет безоблачным и до конца дня небо будет оставаться ясным, без осадков. В Луганске днем ожидается от минус 2 до 0, ночью минус 6. В Краматорске 0, плюс 2. Утро в Краматорске будет безоблачным и до конца дня небо будет оставаться ясным, без осадков, ночью минус 5. В Славянске днем минус 1, плюс 2, без осадков, ночью температура воздуха минус 5. В Мариуполе днем 0, плюс 3. В этот день в Мариуполе небо будет ясным, до самого позднего вечера, без осадков, ночью минус 3. В Горловке днем минус 1, 0, без осадков, ночью минус 5. В Макиевке днем минус 1, плюс 1. В этот день в Макиевке небо будет ясным, до самого позднего вечера, без осадков, ночью минус 5. Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня без осадков. Донецкий днем минус 1, плюс 1, ночью минус 5. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных!